Источник, упавший на палубу Адмирала Кузнецова, кран уберут до конца недели. 18 декабря 2018 года ТАСС, источник, упавший на палубу Адмирала Кузнецова, кран уберут до конца недели. Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов, источник изображения, Михаил Мецеиль, ТАСС, источник в оборонно-промышленном комплексе отметил, что кран должны разобрать и убрать с корабля Москва, 17 декабря. ТАСС, кран, упавший на палубу Адмирал Кузнецов во время аварии с плавучим доком ПД-50, разберут до конца этой недели. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Во второй декаде этого месяца кран должны разобрать и убрать с палубы корабля. Надеюсь уже к концу этой недели, сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, в настоящее время продолжаются работы по разборке крана. Единственный российский авианосец Адмирал Кузнецов получил повреждение в ночь на 30 октября в Мурманске во время спуска на воду плавучий док ПД-50 затонул под кораблем в результате нештатной ситуации. В частности, авианосец получил повреждение взлетной палубы в результате падения крана со стенки плавдока. Сейчас корабль находится на 35-м судоремонтном заводе. Как сообщал ранее ТАСС глава Объединенной судостроительной корпорации, ОСК Алексей Рахманов, всего в результате инцидента Кузнецов получил 52 незначительных повреждения, ликвидация которых оценивается в 70 миллионах рублей. Контракт Минобороны РФ с центром судоремонта «Звездочка» на ремонт корабля был подписан в апреле 2018 года. По данным ОСК, несмотря на происшествие корабль должен быть передан флоту в ранее обозначенные сроки в 2021 году. Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 «Адмирал Кузнецов» вошел в состав Северного флота в начале 1991 года. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тысячи тонн, наибольшая длина 306 метров, способен развивать скорость 29 узлов. «Адмирал Кузнецов» может нести до 50 самолетов и вертолетов, также вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками. Сейчас «Адмирал Кузнецов» является крупнейшим кораблем и единственным авианосцем ВМФ России. 17 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.